Продолжая разговор о хранимых процедурах, выделим следующие принципы их работы. В первую очередь, они исполняются непосредственно сервером ВД, то есть инициатором их выполнения является серверный процесс. О чем это говорит? Это говорит о том, что фактически исполняются процедуры там же или наиболее близко к месту расположения данных. Это важно. Мы сейчас поговорим почему. Ну, очевидно, что в процессе своей работы они могут и должны взаимодействовать с данными, которые лежат в базе данных. Это в общем смысле не обязательно, потому что в зависимости, опять же, от языка и от СБД они могут выполнять некие общие задачи, в том числе отправку условно-электронной почты, распечатку документов или какие-то прочие утилиетарные вещи. Однако, такими функциями непосредственно базу данных стараются набрать в исключительных случаях. Вторая важная особенность – это то, что хранимые процедуры могут, подобно оператору Select, возвращать какие-то наборы данных. Почему это важно? Потому что в тех случаях, когда выразительности языка SQL-DML недостаточно, или требуется какая-то сложная, нехарактерная обработка, или запросы, которые мы строим с помощью SQL и те выборки, которые необходимо нам получить, требуют достаточно сложных запросов, таких, что они с трудом поддаются оптимизации, или не поддаются вовсе, или какие-то другие внутренние причины этому препятствуют, мы можем реализовать хранимую процедуру, которая вернет нам тот же результат, ну или какой-то другой, в зависимости от задачи, но при этом результат он будет похож на выдачу результатом оператора Select. То есть это также будет набор кортежей, набор строк таблицы, который разделен по атрибутам и имеет тот же набор возможных операций для обработки. Важным еще является то, что процедуры могут быть достаточно большими, и время на, ну скорее тут не времени на компиляцию, а время на выбор оптимального плана их выполнения может быть существенным. При этом процедуры при формировании их фактически компилируются один раз, то есть проводится синтаксическая проверка корректности их, возможности их исполнения, и далее они уже в откомпилированном виде хранятся на сервере. Тут надо понимать, что откомпилированный вид также очень сильно зависит от СУБД, и во многих случаях он совершенно разный в зависимости от конкретной системы. В частности, в некоторых версиях Oracle, например, сами по себе хранимые процедуры компилируются в объектные файлы, сначала преобразуются в файлы на ZKC, потом компилируются в объектные файлы, и тем самым выполняются уже так, как будто это были бы файлы на процедуру, описанные на ZKC. В других системах это не совсем так, но тем не менее важным является то, что сама компиляция, анализ процедуры выполняется всего лишь однократно, и о не при каждом вызове, как это было бы, если бы мы вместо процедуры выполняли некоторый набор последовательных DML операций, например. Это позволяет нам несколько, в каких случаях существенно, в каких случаях не очень, ускорить выполнение того набора операций, который мы возложили на процедуру. Важным является также то, что планы выполнения процедур и результаты, возвращаемые ими, также могут кэшироваться сервером. Ну, тут тоже отдельная достаточно большая тема для изучения и познания. Тут немножко выходит за рамки нашего курса, но тем не менее смысл сводится к тому, что кэшируемые данные также могут существенно повысить время выполнения каких-то сложных операций, если планы их не будут меняться по определению или по решению сервера с UBD. Теперь, что касается терминологии. Мы говорили о том, что есть некие хранимые процедуры, которые могут быть реализованы в виде процедурных расширений SQL. При этом надо понимать, что в зависимости, опять же, от СУБД могут различаться некоторые разные типы, так называемых, хранимых процедур. Первое – это пользовательские функции. Мы уже с вами говорили и в первом модуле рассматривали функции, которые встроены в большинство СУБД, которые могут соответствовать стандарту, могут расширять их, называемые функции, которые мы можем использовать, в том числе в операторе select, которые как-то преобразуют данные, например, выделяют какие-то части из временных типов данных, сравнивают их с чем-то и так далее. Ну или просто выполняют какие-то полезные операции, там, какими-то коденацию строк, например, или что-то в этом духе. Это так называемые встроенные функции конкретной СУБД. И в тех случаях, когда нам необходимо иметь возможность определения какой-то функции и использования ее в операторе select, мы можем реализовать такую функцию. Она будет иметь название пользовательской функции и использовать ее в тех запросах, которые нам необходимы. Это часть процедурного расширения, часть возможного использования процедурного расширения, которые необходимы именно в каких-то случаях. Обычно какие-то утилитарные операции с помощью таких пользовательских функций выполняются. Ну и надо понимать, что это не то чтобы существенно расширяет возможности использования баз данных, но позволяет не использовать повторно какие-то сложные запросы и сделать исполняемые команды, которые мы отправляем с СУБД, более компактными, понятными и, наверное, можно сказать, поддерживаемыми. Вторая часть, второй термин, так называемые нативные, можно сказать, хранимые процедуры, это, собственно, хранимые процедуры в понятии хранимых процедур языка. Здесь речь идет именно о конструкции процедуры, которые хранятся именно в виде процедур. В виде процедур используются и соответствующие операторы создания и вызова процедур будут использованы для того, чтобы работать с этими функциями и процедурами. Это так называемые нативные процедуры. И третья часть, которая принципиально отличается от нативных процедур, это процедуры, реализуемые на языках общего назначения или, скажем так, на тех языках, которые поддерживаются в конкретной СУБД. Ну, понятно, что тут все полностью завязано на конкретную СУБД. И если это Microsoft SQL, как мы говорили, это C-Sharp, возможно, использовать. Если это Oracle Java, если это PostgreSQL, то это, например, Perl или Python. И на этих языках можно написать свою обработку данных. Почему это реализуемо и иногда используется? Потому что, очевидно, выразительная способность и, скажем так, фичи языковые, которые характерны и внедряются во многие языки общего назначения часто, существенно позже, выходит в виде стандарта SQL. Ну, просто потому, что реализация процедурных возможностей в языке SQL это все-таки не тот фокус, который ставят себе разработчики стандарт. И поэтому разработчики приложений, программных систем, когда используют, когда привыкли к каким-то возможностям языков, когда используют и разрабатывают сложные системы, часто любят делать свои выражения языковой конструкции более выразительными для того, чтобы сократить количество кода, повысить его читаемость, повысить его поддерживаемость. Ну, или просто какие-то синтаксические конструкции могут выглядеть, скажем так, несколько лучше. Ну, это тема отдельного разговора. Мы сейчас не будем говорить о том, почему это хорошо, плохо и зачем это нужно. Мы просто скажем о том, что процедурные расширения языка SQL не так выразительные, как большинство языков, которые развиваются существенно быстрее, и новые фичи в них добавляются чаще и, ну, может быть, реализованы несколько шире. Поэтому можно использовать для тех СОБД, которые это поддерживают, языки общего значения для реализации хранимых процедур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!